Привет дорогие друзья, снова с вами Замберус. Сегодня мы взглянем на тяжелую дальнобойную самозарядную винтовку Мандрагон. Я лично делю самозарядные винтовки Медика на три класса. Штурмовые винтовки, это Черри Готти 1907, 825. Тяжелые винтовки 1906 и винтовка Мандрагон. И третий класс, бесполезные винтовки 835 и Людер 1906. Каждый класс серьезно заточен под определенные ситуации. Например, Григоти 1907, 825 прекрасно подходят для более агрессивных действий на коротких дистанциях. Данные винтовки следует снабжать настольным гранатометом и действуют не как Медик, а как Штурмовик. Тяжелые винтовки прекрасно подходят для Медиков, цель которых не нагнуть вражескую тиму, а поддержать своих братюнь шприцом и аспирином. А также одной из задач является отстрел противников на средних и дальних дистанциях. Во второй подгруппе мы стоим перед сложным выбором. 20-ти зарядный 1916 или 10-ти зарядный Мандрагон, который используют обоймы. У 1916 меньше горизонтальной отдачи и нормальная перезарядка, а у Мандрагона выше темп стрельбы. 257 выстрелов в минуту против 224. Кому отдавать предпочтение, это, конечно, ваше решение. Но я лично больше склоняюсь к Мандрагону. Это более сложная винтовка, но по эффективности не уступает 1916. Мандрагон открывается на первом ранге Медика в штурмовом варианте, а версии с оптическим прицелом и прицелом линзы открываются на третьем ранге класса. Винтовка Мандрагон была разработана в Мексике генералом Мануэлем Мандрагоном. По факту он уже в 1896 году запатентовал первую самозарядную винтовку. В 1908 году винтовка была принята на вооружение Мексики. Из-за низкого уровня производства в этой стране винтовки производились на заводе СИК. В последствии действий генерала Мандрагона и его друзей, которые совершили госпереворот, заказ не был оплачен. Компания СИК большую часть заказа продала в Германию. В Германии винтовки не были популярны из-за чувствительности винтовок к загрязнению. Для винтовки в Германии были сделаны коробчатый магазин на 20 патронов и барабанный на 30. В Battlefield 1 таких нечтяков, как барабанный или коробчатый магазин, не следует ожидать. Так как, по мнению нашего любимого друга Алана, кастомизацию нельзя было реализовать в рамках этого сеттинга. Так что придется терпеть не самый лучший вид перезарядки. И именно перезарядка делает эту винтовку неудобной. В отличие от 1916, вам постоянно придется следить за боезапасом. Так как быстро перезаряжать Мандрагон можно, когда у вас отстреляны все патроны. Или же, если остались 5 патронов в магазине. Во всем остальном, это прекрасный вариант для пехотных медиков, которые работают за спинами своих товарищей. Активно используют шприц и аптечку. Этой винтовкой можно прекрасно поддерживать огнем наступающей силы команды. Одним из главных плюсов винтовки можно считать высокий урон. Максимальный урон 40, минимальный 35. Это очень много и позволяет убивать противника с трех пуль на любой дистанции. В той же снайперской вариации Мандрагон из-за урона становится прекрасным вариантом для контр-снайпинга. Второй плюс это темп стрельбы 257 выстрелов в минуту. Не самая высокая цифра среди высокодамажных винтовок медика. Тот же 8.35 выдает 359 выстрелов в минуту, но у него низкая скорость полета пули и 5 патронов в неотъемном магазине. Мандрагон хорош в ближнем бою, но количество патронов в неотъемном магазине не дает раскрыть весь потенциал винтовки. Третий плюс это точность. 19.16 и Мандрагон обладают самым низким разбросом в классе самозарядных винтовок. Характеристики. Урон максимальный 40 на дистанции до 26,5 метров. Минимальный урон 35 на дистанции от 51 метра. Темп стрельбы 257 выстрелов в минуту. Перезарядка одного патрона займет 0,8 для первого патрона и 5,67 секунды для последующих патронов. Полная перезарядка двумя обоймами проходит за 3,8 секунды. В игре есть 3 версии Мандрагона. Штурмовой вариант открывается первым. И главное его отличие это низкая отдача. Она на 40% ниже чем у других Мандрагонов. Вертикальная составила 0,6 против 1 целой. Горизонтальная 0,19 против 0,32 как у других вариантов Мандрагона. Второй вариант это линза. Обладает прицелом линза и разброс при стрельбе в прицельном режиме во время движения ниже на 25%, если сравнивать с другими вариантами Мандрагона. И третий вариант снайпер имеет 4-х кратный прицел, сошки, а также обладает самым низким разбросом среди всех вариантов Мандрагона. В целом одна из лучших винтовых класса Медик. Очень гибкая и позволяет эффективно работать в большинстве ситуаций. В сравнении с тем же 19-16 можно выделить высокий темп стрельбы, но из-за специфики перезарядки эта винтовка более требовательная к игроку. Однозначно основная винтовка для крупных карт режима операций и конквеста. Неплохо подходит для штурма как в атаке, так и в обороне. Но большое спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, делайте репост этого видео и оставляйте ваше мнение про Мандрагон. Увидимся на поле боя, пока. Субтитры сделал DimaTorzok